Привет всем, друзья! Большое спасибо, что откликнулись на наш призыв и будете смотреть наш новый проект. Надеемся, он понравится. Это проект в гостях у Стаса, где Станислав Александрович будет отвечать на ваши вопросы. Он очень любит это делать, особенно он любит технические вопросы. Поэтому всегда рады получать вопросы от вас и постараемся их систематизировать. Сегодня ответим на те, которые уже успели подойти. В конце программы будет некий интерактив, когда Стас ответит на те вопросы, которые вы пришлете в процессе трансляции. То есть по ходу того, что он будет рассказывать, может быть какие-то будут. Но акцент будет на те, которые вы прислали заранее. Заканчивай. И, соответственно, слово предоставляется и дальше по формату своей программы будет рассказывать Станислав Александрович. Вот мы с ним перед тем, как начать разговаривать, я ему сказал, как надо сделать, он все объявил не так. Ну ладно, я расскажу, как будет. Я читать вопросы не буду, просто чтобы не отвлекаться. Читать будет их я, Алекс. Соответственно, те вопросы, которые диалоговые, которые относятся к тому, о чем сейчас говорится, он мне будет озвучивать, я и буду, соответственно, на них отвечать. Поэтому, если я сразу не прочитал вопрос, не ответил, не обижайтесь, это значит, что я его не прочитал. Прочитает Ярик, мне скажет, в нужный момент я расскажу. Те вопросы, которые затрагивают новые темы, чтобы просто не перескакивать с темы на тему, мы обобщим и в следующих встречах будем обсуждать. Я так хочу сделать. Поэтому очень жаль, что в прошлый раз, когда мы после гонки разговаривали, там было много вопросов, как-то их сразу не зафиксировали. Тоже я не мог на них ответить, потому что там не прочитал. А потом через сутки, соответственно, запись терлась. Я не помню, какие там вопросы были, поэтому извиняюсь. Впредь постараюсь, так сказать, вопросы не игнорировать. Значит, я, честно говоря, думал, что будет больше технических вопросов, ну как технических, связанных непосредственно с какими-то аспектами той деятельности, которой мы занимаемся и в которой у меня есть определенный опыт и какое-то понимание. Потому что я так знаю, что достаточно многим это интересно, что со мной эпизодически встречаются, спрашивают какие-то моменты, вопросы. Я так заметил, что вопросов, ну они часто повторяются. Есть очень много таких вопросов, которые я называю заблуждениями. Мне об этом и хотелось поговорить. Но, как ни странно, большая часть вопросов была общего характера, как называют такие малаховские вопросы. Ну то есть поболтать о том о сём без какой-то реальной конкретики. Но если это интересно, я, конечно, это отвечу. Поэтому не буду, что называется, некорректным, не буду игнорировать вопросы. Постараюсь на все так или иначе ответить. Благо их не так много. Но не на все. Часть вопросов, они всё-таки технического характера. Их уже можно как-то обобщить. Я их зачитаю в конце и скажу, допустим, о чём мы будем говорить там в следующий раз, на мой взгляд. Ну, потому что, понятно, мне бы интересно говорить не только на те вопросы, на которые вам интересно узнать ответ, а на которые мне интересно что-нибудь ответить. Потому что тогда будет взаимный интерес и будет получше, на мой взгляд, лучше. Всё, поэтому сейчас, наверное, начну с вопросов, назовём так, малаховского типа. Начнём, конечно же, с вопросов, которые задают дамы. Вот Анастасия спросила, сколько раз в день питается Стас? Это очень важно. Не совсем понимаю, кому важно, мне или Анастасии, но питаюсь нормально. Иногда один раз в день, но с утра и до вечера, это обычно на гонках происходит. Потому что у меня есть такая особенность, когда я нервничаю, я ем. Поэтому чем быстрее едет Коля, тем я больше нервничаю и тем больше ем. Поэтому во время гонок я сильно толстею, а в остальные дни питаюсь по возможности, обычно там, ну, раза три в день. То есть не голодаю. Вот, наоборот, даже постоянно борюсь с лишним весом, с переменным успехом. Зимой вес побеждает, летом удается немножко ухудеть. Ну, такой, как бы, медвежий цикл я его называю. Вот, все как у медведя. Другая Анастасия спрашивает, как супруга Станислава относится к постоянному отсутствию мужа дома и потому, что он увез на гонку еще и детей. Если была бы девочка, участь была бы такой же, нужно было бы становиться спортсменкой? Вопрос восклицательным знаком. Такой, чисто, женский вопрос такой, в котором прямо чувствуется негодование по отношению к такому авторитарному узурпатору, который там жену заплющил, детей увез на гонки, они плачут, их заставляют быстро есть между елок. В общем, как-то вот так. Я уже с этим сталкивался один раз, когда мы с супругой разговаривали с директором школы, который учился тогда, Вася, и Вася стал часто уезжать, там, в общем, соответственно, надо было как-то договориться, чтобы как-то на это лояльно смотрели. И вот тоже там как-то очень непонимающе на меня смотрела директриса, сказал даже моей супруге при мне, что она не понимает, как можно жить с таким авторитарным мужем, хотя я вообще молчал. Я просто один раз не согласился с ее утверждением, и все. Вот, ну ладно, к вопросу. Конечно, когда я сам начал ездить в гонки, супругу это не порадовало, ну и как, наверное, любая женщина, она, ну, как бы, наверное, двоякие чувства с этой. С одной стороны, ей не очень не нравится мое постоянное отсутствие, поэтому, конечно, было бы ей приятнее себя было все время рядышком. С другой стороны, она понимает, что у мужчин должно быть какое-то дело, которое его действительно увлекает, и в котором он там как-то самореализуется, и поэтому она к этому относится с пониманием. Поэтому, наверное, прям так, каких-то конфликт у нас по этому поводу нет, но, конечно, насколько она большого не испытывает, когда меня нет. Был определенный напряг, когда я решил заниматься с Васей. Вот, то есть, в принципе, я там много о себе услышал нового, но, тем не менее, я смог убедить супругу, что это правильно, и сейчас она, на мой взгляд, достаточно лояльно к этому относится, конечно же, переживает за детей, за своего сладика, как она Колю называет, вот, и это понятно, но она тоже к этому относится с пониманием, значительно, наверное, большим, чем к тому, в тот момент, когда я стал заниматься. Вообще, очень есть интересный факт, не факт, а, такой, ситуация, про которую часто своим друзьям рассказываю, что, независимо от того, каких там высот в автоспорте мои сына добьются, добьются вообще, я все равно буду очень счастлив, потому что у нас с ними шикарные взаимоотношения, то есть, я действительно, мы с ними друзья, мы с ними друзья, и это, скажем, такую, функцию отца, на мой взгляд, в этом смысле я выполняю очень неплохо. Это происходит потому, что у нас есть общее дело, которым мы вместе занимаемся, мы много времени проводим вместе, и это не искусственно, это не искусственно, что я пытаюсь как-то вот участвовать в жизни детей, то есть, это именно так происходит, потому что мы действительно, есть много общих проблем, которые мы обсуждаем, думаем, как двигаться дальше, что делать, и так далее, и так далее. И это здорово, это вообще выводит отношения между, так сказать, отцом и сыновьями в принципиально иной уровень. То есть, у нас, так как говорится, проблемы отцов и детей, вообще, насколько я понимаю, не существует либо в минимальной степени. Вот, и мне очень приятно, что парни со мной советуются, общаются со мной не только по вопросам гоночным, но в принципе пожизненным. Вот, я тем самым могу как-то доносить свои мысли, передавать им свой опыт не только в спорте. Вот, это здорово. Вот, жена это понимает, она это видит, и я, скажем, я очень благодарен, что она к этому относится с пониманием. Ну, чуть эмоционально, как и любая женщина, понятно, ей это не особо вызывает бурный восторг, и, наверное, она переживает за ребят. Хотя у нас есть такое четкое правило, которое мы оговаривали сразу, что принципиально маму на спортивной машине не катаем. То есть, супруга ни разу не ездила в правом кресле со мной, ни разу не ездила в правом кресле с Колей. Один раз ее Вася, собственно говоря, не послушав меня, прокатил там по медленной ледовой трассе на БМВ. Вот. Почему я получил за это очень жестко. Хотя там нигде не было выше трети передач. Вот. Это объясняется тем, что, хотя она смотрит постоянно борды, там что-то там. То есть, мы часто это делаем. У нас такая одна из инструментов разбора полетов это отсмотром бордов. Вот. Мама тоже их смотрит. Но она понимает, что те, кто ездил сам справа и там смотрел анборд и понимает, что та скорость, то ощущение хода, которое ты видишь по анборду, это лучше получить 10%, не больше. От того, что ты испытываешь рядом с правом. Я даже, у меня такая есть элемент прикола, что ли, когда человек приезжает нам на тест, прокатиться справа, ну и пока пилот еще, допустим, Коле не выучил дорогу, он ездит туда-сюда, мы после каждого проезда разбираем там его ошибки, что-то работаем, но человек, тем не менее, тоже параллельно, тихонечко сидит в углу и смотрит он в борту. То есть, у него создает ощущение, что он уже понял, что его ждет. То есть, он уже посмотрел раз 10, как Коля туда-сюда ездит, все, и вроде бы ничего страшного нет. Вот, мы там разбираем, здесь пораньше, здесь попозже, здесь побыстрее, здесь надо чуть тормозить по-другому, там и так далее. Вот, а потом, когда он садится справа, и у него просто происходит разрыв шаблона, потому что, то, что он видел на аутборде, то, что он себе в голове представил, абсолютно несоответственно, то, что он испытал в реале. Вот, поэтому, в этом смысле, это некий такой защитный механизм для мамы. То есть, она смотрит, ну, едет, конечко хорошо, там все нормально, а, тем не менее, как-то в реальности ощущается, находясь в машине, она не знает и слабого. Вот, иначе будет сильнее переживать. Вот, ну, вроде ответил, да, а, по поводу девочки, да, момент, не знаю, что было бы, если была бы девочка, точно знаю, что она была бы, наверное, одной из самых избалованных девочек в мире. Вот, пацанов я не заставлял. И, надо же понимать, что это не мое какое-то, как это, мое желание, но ни в коем случае, оно не только мое, оно обоюдное. Я в детстве пытался их как-то приобщить к автоспорту, даже картин купил. Вот, Вася проехал один круг, а Коля даже не подошел к нему. Вот, у них до переходного возраста вообще не было никакого интереса к гонкам. Они не интересовались, чем занимается их папа и так далее. То есть, абсолютно для них гонки, это что-то было такое, абсолютно неинтересное, что никак их не увлекало. У обоих произошло такой полный переворот на 180 градусов в переходный период. То есть, после переходного периода, Вася стал просто меня постоянно доставать, что папа, я вот хотел бы где-нибудь попробовать погонять, попробовать, может, поучиться немножко. И так вот, у меня все время стал по этому направлению тыкать. Вот, я тогда на Небуркинг активно вступал. Вот, я как-то все так от него, Вась, Вась, ну, как-нибудь, подрастешь, права получишь, там, что-нибудь с тобой, покатаемся где-нибудь, еще что-нибудь. Вот, ну, короче говоря, потом в итоге получилось то, что получилось. Потом у Коли, Коли накрыло тоже переходный возраст, ну, здесь уже было проще, там, папа, что за фигня, Вася есть, а почему я не езжу, я тоже хочу, хочу гонять, вот, ну, соответственно, как-то там, я тоже не уходит время отпихивался, там, в картинг иди погоняй, там, еще кто-нибудь погоняй, ну, короче, для него удалось, поэтому, конечно, я рад такому их желанию, и оно совпадает с моим, но это ни в коем случае не было насилием, я не пытался их заставить заниматься тем делом, которое они не хотели заниматься, вот, это было обоюдное желание, поэтому, если бы у девочки возникло желание заниматься, если бы не была девочка, и возникло у нее желание заниматься автоспортом, я бы подумал, наверное, 10 раз, постарался как-то ее от этого отговорить, но, если бы она была, в общем, такая же настойчивая, например, как Коля в этом вопросе, ну, наверное, бы, что-нибудь придумал, вот, поэтому, ну, как из контекста вопроса следует, что, уважаемая Анастасия, думает, что ее заставляют идти, нет, не заставляют, они сами этого хотят, и, собственно говоря, поэтому и получается чему-то их научить, потому что нельзя человека чему-то научить, если он не хочет научиться, это вот мое личное такое глубокое убеждение, потому что если ты хочешь человеку, ему какую-то информацию передать, а сначала сделать так, чтобы он захотел получить эту информацию, тогда у него получится, а просто запихивать без толку, вот, ну и вообще, скажем так, еще если на эту тему говорить про детей, как я сказал, что для меня очень важно то, что они занимаются автоспортом вместе со мной, это как-то исполнение моей отцовской функции, вот, еще очень важный момент, что для любого парня очень важно, чтобы у него было дело, которое действительно его увлекает, и у которого у него есть цель, в которой он к ней, там, ну, упершись стремиться, потому что учеба в школе, там, еще что-то, это во многом, людей, детей не увлекает, это во многом воспринимается как необходимость, и они постоянно пытаются что-то там для себя в жизни найти, там, какую-нибудь фигню, позаниматься и так далее, а вот занятие спортом любым, обязательно спортом, любым спортом, оно, именно с желанием, когда ты не с под палки, а сам хочешь чего-то добиться, оно формирует, скажем так, как я называю, рефлекс цели у ребенка, для мужчины это крайне важно, и вообще формирует его как личность, поэтому люди, которые в молодости, в детстве занимались серьезным спортом, любым, это прямо им в жизни помогает, я, в общем, занимаюсь бизнесом и вынужден много общаться с людьми, принимать на работу разных людей, я с большим всегда аппетитом отношусь к людям, которые имеют там какую-то спортивную степень, серьезную, которые заработал в детстве, это сразу говорит о каких-то чертах характера, которые однозначно помогают в работе, вот, нам часто намного больше, чем какое-то образование, точнее корочки, что у нас, к сожалению, в стране образование, дипломы, две разные вещи, можно иметь дипломы, не иметь образование, а можно иметь образование, не иметь диплом, вот, поэтому, а вот, если ты мастер спорта, не знаю, по чему-нибудь серьезному, где не так просто это получить, это говорит уже о человеке, вот, у меня так немножко глубоко залез в этот вопрос, потому что у меня сам действительно интересен, дальше пойдем, еще у нас был вопрос от женщины, от Екатерина спрашивает, какие Станислав Александрович видят перспективы работе Василия как тренера, как тренера, и готов ли Василий уже к этой работе, не знаю, не знаю ни перспектив, ни готов ли, сложно сказать, ну, как минимум, этим увлечен сейчас, он хочет чему-то научиться, и действительно, у других ребят, кто этим уже занимается не первый год, у них учится, учится именно учить, потому что уметь быстро ездить, это одно, уметь научить, это немножко другое, нет у меня большой уверенности, что у него получится хорошо давать вот эту начальную подготовку, скажем так, спортивную, назовем так, цыганковский курс, я вот так для себя называю, что Вася здесь сам его там получал в определенном нестандартном формате, и не видел, как это вообще людей обучают, у него нет опыта обучать людей уже с какими-то большими, как бы серьезными, неправильными стереотипами, а любой человек, который ездил на машине, там, не знаю, уже лет 10, он его сложно, сложнее намного научить, чем человек, который вообще ничего делать не умеет, ну, потому что ты как бы вынужден его всему переучивать, а вот уже человек, который прошел начальную школу, уже понимаешь, как вообще управлять автомобилем правильно, у него возникнет желание, например, там, погонять немножко в ралли, такой, легкий ралли туризм, то вот в этом вопросе Васька может оказаться вполне на своем месте, вполне капитетен, потому что он действительно едет очень технично, именно технично, то есть он такой не агрессор, в отличие, например, от Коли, то есть он не имеет какой-то такой зашкаливающий атак и все, но он очень чисто ездит всегда, вот, и он очень хорошо умеет анализировать, что, как он делает, соответственно, а умение анализировать это умение объяснить другому, как надо делать, умение проанализировать соответственно его из-за того, это очень важно, когда тренируешь, понять, что человеку мешает разогнаться, но второе важно придумать, как эту ситуацию научить правильно делать, то есть какие подводящие поражнения там и так далее, и так далее, вот, ну Васька много проходил, что из-за этого он именно сам под моим каким-то таким наставничеством, поэтому я думаю, что у него должно получиться именно в этот аспект, посмотрим, но как минимум желание у него есть этим заниматься, и почему бы нет, вот, но не могу сказать, надо сказать, как четко, утвердительно, посмотрим, все, все надо посмотреть, вот, да, вроде у нас вопросы от прекрасного пола закончились, теперь дальше продолжаю отвечать на Амалховский вопрос, как я их называю, да, Сергей спрашивает, скажите, про сотрудничество Skoda и Baltic, и будет ли продолжение на R5, а еще было бы интересно узнать про историю возникновения команды SRT, значит, ну, более короткий вопрос начну, проект Skoda Baltic активно развивается, в команде сейчас у нас две машины R5, и могу сразу сказать, что заявок на пилотов, которые хотели бы ехать на этих машинах в рамках нашей команды чемпионат Европы, больше, чем две машины, вот, поэтому сейчас подписан контракт на часть гонок, едет Ральф Цельмасс, это кто ехал в прошлом году за нашу команду на Peugeot, и Рауль Ец, это эстонец, быстрый, который в прошлом году ездил на Fiesta R5, вот, он сейчас первую гонку проехал в Сарму, проехал не очень быстро, были проблемы технические, но это была первая гонка, только раскатывается, Ральф не стартовал, там возникли прямо перед самогонкой проблемы с мотором, но тоже, говорится, еще команда учится с машиной работать, при этом какие-то моменты пропустили немножко, вот, почему Коля сейчас не едет, ну, это мое решение, пока не хочу, чтобы он ехал на, опять, это, скажем, после какого-то размышления, посчитал, что это пока не укладывается в правильную концепцию его развития, это отдельно уже от Теннисти, когда будем вздувать, я объясню, почему, поэтому я так уверен, что понятно, что он достаточно скоро сядет на Шкоду, я рассчитываю, что мы будем, начнем серьезные тренировки, подготовку, наверное, в конце лета, я так планирую, что уже какие-то осенние гонки и следующий сезон он поедет на Шкоде, этот пока еще ему есть очень много что делать на Фиесте, то есть, здесь еще, и это более целесообразно, то есть, тот объем, который я могу ему дать, тот объем езды, который ему надо дать на Пежо, я, конечно же, не смогу ему дать на Шкоде, просто значительно дороже автомобиль, ну и в каких-то моментах просто он еще не готов ехать на этой машине, вот гонка в Швейцарии там продемонстрировал, хотя он там ехал прилично, но, скажем так, есть вопросы, над которыми надо поработать, на другой, более простой технике, вот, поэтому со Шкодой все развивается даже лучше, чем я предполагал, вот, и надеюсь, что Коля скоро тоже так сказать, вольются туда, как один из пилотов. Про возникновение команды СРТ. Вообще, по поводу этой истории, вообще-то, все, что связано с командой, моим, так сказать, появлением в ралликах тренера и так далее, можно отдельно устроить какой-то рассказ. Вот, но если кратко скажу так, что у меня есть друг Игорь Грушилевский, он во многом вот один из людей, благодаря которому команда СРТ сейчас такая, какая есть. Ну, и понятно, конечно, там, первое лицо это Гитс Кузмыс. То есть, это его команда, она и была создана. Вот, поэтому начнем, так сказать, с этого, что Гитс с детства занимается автоспортом. начинал с картинга, в общем, ездил на всем, на чем, так сказать, что, к чему можно прикрутить мотор. выиграл, по-моему, в Прибалтске все, что можно выиграть, количество титулов, кубков у него просто несметное. Вот, и команда СРТ была создана им, и он, соответственно, был ее и владельцем, и пилотом, то есть, такая была очень профессиональный, небольшой коллектив, и так далее. Потом, соответственно, мой друг Игорь, который, так сказать, гонял на мотоцикле, в кольце занимался в силу определенного возраста, видимо, уже стало больно постоянно куда-то падать с мотоцикла. Решил пересесть на четыре колеса и познакомился с Гирцем. И несколько, некоторое время, не помню, сколько он лет, ехал за команду СРТ под руководством Гирца, под Гирца его и тренировал в кольце. Он даже стал чемпионом Балтии в классе Open на BMW он тогда ехал. И потом он решил пересесть на раллии на автомобиле поехать гонять по лесам мимо елок. Потому что, как он в свое время сказал, что любое занятие спортом, которое не несет себе серьезного риска стеновредительства его не вставляет. Но ралли оно, понятно, чуть-чуть больше несет риска стеновредительства, чем кольцо. Поэтому оно его стало привлекать. Он ко мне обратился, Стас, научи как стенограмму писать. Хотя для себя уже тогда решил, что не, я вообще автоспорт завершу. Больше не занимаюсь и вообще про него слышно хочу. Игорь отказать не мог. Мы с ним начали заниматься по стенограмме. Как раз когда я там в своей статье стенограммом писал, там был некий такой пример, как вот некий Нафаня, от которого тренер изгаляется и всяческие эксперименты проводит. Вот это как раз я Игорь описывал. Поэтому в этом смысле я на нем отработал какую-то свою технологию. Потом он говорит а может у меня еще из-за дно потренируешь там как правильно видеть или ничего давай попробуем все. У меня вопрос с какой командой надо начинать работать. те есть. Мне очень нравится с Герцем работать. Хотя он конечно в ралли команды никакого опыта не имеет. Вот он нас познакомил с Герцем мы там поехали там несколько тренировок гонок там что-то еще как-то начать. Почти я сказал свое мнение что лучше дать возможность Герцу получить опыт делать какие-то может быть ошибки там еще еще что-то в общем это будет иметь значительно больше перспектив чем сейчас с имеющимися роли коллективами договориться мне кажется что убийца есть больше перспектив могу сказать почему я такого сделал потому что ну вот все-таки спортивная команда руководства команды это в какой-то мере бизнес ну в большей степени бизнес и немножко когда ты занимаешься гонками когда ты с командой общаешься немножко неприятно это видеть когда у человека бизнес всегда впереди недостима не буркинг когда ты разобьешь машину для тебя это неприятное ощущение все а команда просто восторга для нее это хороший бизнес сейчас они отремонтируют машину за 5 тысяч евро из страховой компании получат 10 из тебя что-то еще получат и у них просто день удался а если ты привез машину без динусарапи даже как-то не особо интересно вот такие моменты они лично меня всегда напрягали а у него он сам спортсмен очень серьезный поэтому он для него спорт всегда был впереди бизнеса это всегда было видно и сейчас видно и это очень ценная ситуация он болеет сильно и все делает для результата ну и так как-то у нас получилось такое сотрудничество то есть у нас тогда было три пилота в команде то есть Вася Игорь Женя еще и соответственно команда стала развиваться ну и данном случае когда ГИЦ получил такой вид возможно для старта что называется потренировался на кошечках то дальше уже стопроцентного заслуга команда стала развиваться ну и до так сказать росла до то уровня который в котором она находится сейчас вот наверно так поэтому если коротко если подробно там очень много смешных историй было всяких разных вот но я считаю что как-то вот так историю если как я вижу конечно более подробно можно деться на тему поспрашивать вот та эпоха которая была скажем до до ролейной эпохи а вот уже ролейная она вся была при мне поэтому здесь я могу кучи смешных моментов рассказать ну действительно было очень интересно приятно вспомнить разные моменты вот я очень рад что команда дальше развивается что сейчас переходим на серьезную технику вот и наличие таких перспектив радует в этом смысле конечно я очень доволен что познакомился время с гирцем и это во многом благодаря этому произошел какой-то вот этот такой мой возвращение в ралли с моими сыновьями то есть наверное не будет гирца то я бы не стал придумывать все это организовать и так далее то есть вот как-то оно все сложилось вот поэтому я еще очень сильно гирцу за это благодарен потому что во многом благодаря ему занимаюсь тем чем сейчас занимаюсь вот следующий вопрос Дмитрий спрашивает когда выступает на таком уровне поступает ли предложение от спонсоров или участие в соревнованиях на свои Станислав Александрович ведет тренерскую работу с другими экипажами кроме своих сыновей ведет ли значит нет не поступает ездим за своим к сожалению так ну это в общем вообще у нас спонсорство в России он такое именно вносит вид коммеценатства потому что коммерческий действительно я прекрасно понимаю сколько автоспорт стоит и достаточно сложно придумать какое-то коммерческое обоснование для какой-то компании почему экономически будет выгодно вкладываться в автоспорт проще объяснить что действительно не будет выгодно практически никогда вот то есть это в большинстве случаев это может быть какая-то имиджевая реклама а и то в очень узком сегменте в основном это все-таки у нас некое меценатство почему так происходит потому что у нас автоспорт вообще не популярен у нас нет культуры гонок ну просто даже в огромной стране в которой там значительно больше 100 миллионов людей живет количество людей которые занимаются автоспортом оно просто смехотворно мало любым видом автоспорта я не делю там на ралли кольцо там просто очень мало скажем в той же латвии где мы сейчас находимся при населении меньше двух миллионов постоянно проходят какие-то разные соревнования покатушки еще что-то и которые собирают по сотни экипажей любительские местные гонки еще что здесь это просто очень популярно поэтому даже связь время когда занимался гонками меня здесь постоянно узнавали на улицах кто-то кто-то просил что-то еще и скажем так был такой некий медиаперсоны в россии никогда никому ты не интересен и потому что ты это никак не не пияется ничего большинство людей вообще не понимает чем ты занимаешься зачем ты этим занимаешься а какие у вас призовые нет никаких призовых горшок вот чем ты этим занимаешься это совершенно стандартный вопрос у нас четко понимаешь что люди чем-то занимаются для того чтобы деньги заработать а если ты чем-то занимаешься чтобы деньги потратить значит ты какой-то дебил с таким подходом вообще это такое отношение у нас к автоспорту и какой-то ну в общем непопулярный так могу сказать поэтому сложно найти спонсоров медсанк существует ну например Женя Новиков ездил достаточно долго чемпионат мира вот и в принципе с определенными успехами на деньги господина Лепхихова господин Лепхихова это с вами понимаете это не бизнес это было исключительно некая меценаса в стопроцентном виде также и Леха Лукренек ездит сейчас тоже это надо понимать за деньги определенных господ это тоже во многом говорится на меценат и он по большому счету засветился как пилот благодаря деньгам господина Кузнецова который ему дал возможность как-то поехать на более-менее нормальной техники и заявить о себе то есть это снимаю шляпу перед этими людьми что у нас есть такие люди которые так или иначе исходя из каких-то своих некоммерческих задач тратят свои личные деньги на то чтобы помочь талантливым ребятам как-то себя проявить ну к сожалению поиск подобного рода людей вещь не системная так понимаете вот и пока говорится у нас там есть определенные скажем небольшие финансовые там мне помощь но там на больше на 90% это закрываю своими деньгами расходами связанные на гонки моих сыновей вот это такая данность поэтому ну как говорится все с ней сталкиваются был по-другому наверное уровня со спортом у нас был бы в россии несколько другой вот по пову тренерской работы значит во-первых я не тренер хоть я так специалистично называют тренер тренер что-то 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 я не принят я действительно не имею какого-то там четкой методологии как учить и так далее так далее я секретно я с Коля вообще справа не сижу где-то по-моему инстаграме укладывал видео как прошлой зимой он там меня уложил как мы с ним вместе улеглись на крышу то есть это было так он поездил давай прокати меня запомним хочу посмотреть ну мы поехали и там упали в сугроб ну так очень мягко аккуратненько но тем не менее перевернулись в общем-то были такие смешные уши вот и Коля после этого как-то вот напрягся то есть когда я сажусь к нему справа это для него очень серьезный такой дестабилизирующий фактор это знаете как силу тока вольтметром меряете вот он сразу же напрягается я чтобы его не сбивать и не лезу то есть я уже не помню когда он меня последний раз катал просто реально так поэтому по большому счету там в лучшем случае я сижу с ним там как-то онборд разбираем и подсказываю там какие-то нюансы как правильно что настроить у машины когда ему что-то с ней не нравится вот по большому счету как таковая тренерская работа в чистом виде у меня наверное отсутствует и более того что я перестал себя каким-то тренером называют после некой ситуации когда у меня была свадька занимался и уперся в определенную ситуацию вроде мы тренируемся что-то делаем а он не едет быстрее причем едет значительно медленнее чем скажем реально можно на этой машине ехать ну чисто аккуратно но медленно и собственно это какой-то такой застой и тогда я предложил с Васькой позаниматься Сергею Борисову вот есть такой у нас интересный парень на мой взгляд один из немногих людей кто сам умеет очень быстро ехать на всем причем абсолютно по барабану потому что он еще каким колесо машины гребет а каким из них тормозит почему он может одним грезти другим тормозить все равно поедет очень быстро вот при этом он умеет очень грамотно научить вот я как-то вообще как бы проникся к этому человеку к его способностям когда он на Небурглинге там несколько гонок ездил я-то сидел немного но там сразу стал местной знаменитой сразу поехал очень быстро очень так сказать ну то есть вы к нам ходили показывали как как обезьянку в зоопарк ну это пацан приехал и он сразу так валит вот потому что там есть такое представление что надо 10 лет там ездить чтобы так поехать а он приехал и сразу помчал вот и так я сам ездил я наверное там могу оценить уровень его езды он действительно скажем но для меня недостижимый честно могу сказать и я Серегу поговорил говорю давай так пообщайся позанимайся с Вась единственное говорю что не знаю получится не получится так как ездим на супер я тебя за руль напущу то есть получится ли тебя разогнать Ваську сидя справа и объясняя ему его нюансы потому что в принципе человек профессиональный автомобиль владеет и он согласился и скажем так я присутствовал при всех этих занятиях у меня тогда помню такое сомнение не сомнение а такое как это можно сказать сожаление возникло что если бы я все время когда принял решение завязать с автоспортом с ралли именно по тем причинам что я не видел возможности как-то в рамках тех ограничений которые бы у меня там финансов временных и так далее быстрее разогнаться на месте было неинтересно то есть мне тогда попался такой тренер то я бы достаточно серьезно ускорился потому что он настолько много нюансов увидел Вася объяснил и он действительно сильно разогнал Васику после этого сразу же выиграл ралли Аугсона а потом занял второе место на ралли Лейпай чемпионат Европы причем-то получил Колин Макрей трофей соответственно это как раз а до этого буквально была провальная гонка в нас арми где он там проиграл тому же Лукасу по 2 секунды в километр но это было позорище не езда вот и тут какой-то небольшой объем тренировок с Борисом он помчал поэтому после этого мне как-то уже язык не поворачивался тренировать я наверное просто обладаю склонностью к логическому мышлению поэтому я всегда анализирую то что делается смотрю пытаюсь каким-то образом придумать правильную последовательность шагов если я понимаю что допустим нужно человека чему-то научить и я в этом не специалист то я и не лезу в этот вопрос в общем кульяк я не могу называться кульным тренером принципиально потому что в кольце его учил Борис Шульмейстер после того как он занялся ралли я могу сказать что я учил и учу писать стенограмму да по стенограмме я с обоими пацанами занимался а с точки зрения как тренер который учит быстро ездить наверное я не тренер поэтому наверное все-таки одна из причин почему я не буду браться тренировать кого-то еще но и вторая причина все-таки для этого нужна какая-то мотивация у меня есть такая жесткая мотивация личная именно в отношении своих сыновей у меня есть как бы желание реализовать какие-то свои амбиции через них каких-то таких тренерских амбиций я особо не испытываю и для меня это не бизнес поэтому кого-то еще тренировать я точно не буду опять же смотри пункт первый я не тренер это точно могу сказать вот так на все я ответил а нет а нет вот теперь пошли вопросы как я понимаю больше которым мне бы хотелось поотвечать максим спрашивать если не секрет команды какой алгоритм настройки автомобиля во время тестов то есть грубо сначала давление сделали проезд не понравился под спустим потом подвеска потом еще что-то аргументы почему именно так заранее спасибо секретов нет никаких расскажу не совсем так мы конечно к этому подходим вообще это достаточно на мой взгляд большой вопрос как правильно строить автомобиль вообще надо его настраивать очень много с этим это наверное самый часто встречающийся вопрос когда люди как-то со мной пытаются пообщаться задают вопрос как правильно что там настроить очень много здесь на мой взгляд существует каких-то мифов неправильных стереотипов на мой взгляд неправильных не верю что мой взгляд правильный вот поэтому я бы хотел об этом поговорить отдельно но не сейчас потому что это очень долго поэтому расскажу и предлагаю может быть одну из следующих перископов на эту тему сделать дальше еще интересный вопрос Дмитрий спрашивает какие были ошибки у штурманов Василия и их приходилось менять как происходил поезд штурманов для Николая почему был выбан сделан в пользу Ярослава четвертый вопрос в чем отличие настройки автомобилей под Василия и под Николая и пятый садится Станислав Александрович сам в рульную тренировку после того как пилоты настроят автомобиль под конкретную трассу чтобы понять в каком управлении они настроили автомобиль но я вот коротко сам никогда не сажусь уже разучился это делать и даже даже не пытаюсь вот с Васькой всегда сижу справа потому что ему нравится меня катать а мне нравится справа кататься и я честно говоря справа больше понимаю что с машиной происходит чем когда сам за руль держусь вот Коля к сожалению к моему сожалению он меня не катает поэтому пытаюсь так сказать настроить помочь ему настроить машину с его слов и осматриваем борды с опытом уже очень много видно и по действиям пилота и так далее и так далее я могу уже осматриваем борды очень много что сказать по настройке автомобиля вот ну в общем короче о настройке я думаю что я в следующий раз поговорю и про особенности настройки под пилоты и так далее и так далее вот а вот про штурманов отвечу вообще я считаю что штурманов желательно не менять. Если есть возможность, это наверное как с женой. Лучше один раз, говорится, жениться и пока смерть не отлучит вас. Чем там кучу раз жениться, там разводиться и так далее. Так, наверное, со штурмом, потому что всегда это болезненно, замена штурмана всегда это, так сказать, какой-то шаг назад. Вот уж точно не повод за какую-то ошибку штурмана его выгонять, скажем так, из команды. Вот на тестах, где Коля приехал в какой-то там сарай каменный. Сначала Ярослав ему медленно, поздно прочитал один медленный поворот и Коля просто упрыгал в поле. Поехали, что там было поле и не лез, потому что, ну, откровенно прочитал поздно, там уже нельзя было остановиться и так далее. Ну, я его даже не бил, честно скажу. Вот, соответственно, поэтому все ошибаются. И пилот ошибается, и штурман ошибается. Просто вопрос, совершенствуется, хочет ли он стать лучше и так далее, и так далее. Вот, вообще, тут говоря, там про штурманов это такая отдельная тема. Поэтому, там, если говорить про важных штурманов, Гоша ушел сам. Это, так сказать, не мое было решение. Потом была попытка, там, как-то найти штурмана Васи, вот, договорились с Димой Чумаком. С Димой Чумаком расстались, это уже была моя яйца от Дивы по определенным аспектам, не связанным, собственно говоря, с тем, как он читает. Иногда, насколько он профессионально это делает, он хороший парень, он хороший штурман, вот. Но, там, по определенным аспектам не хотелось немножко другого, там, человека видеть в правом кресле в Васе. И, тогда, значит, с ним поехал Дима Еремеев, и, к сожалению, там произошли определенные проблемы со здоровьем Васьки, после чего прекратили заниматься. Почему, я скажу, собственно говоря, не стал дальше работать с Димой Еремеевым, потому что у него тоже возникли проблемы. Вообще, собственно говоря, это был достаточно рискованный эксперимент. У Димки, он все то же время занимается всякими экстремальными вещами, у него, там, травмированный позвоночник, у него была операция серьезная на нем. Ну, вроде как, врачи скажут, что ездить можно, но, тем не менее, после всех этих его, там, небольшого объема гонок с Васьей, возник, впоследствии, рецидив, и, вот, он проводил, делал вторую операцию на позвоночнике, так что ему это, по катушке с Васьей тоже боком вылезли. Вот, поэтому, понятно, что, так сказать, при том, что у него есть большое желание гонять справа, я с удовольствием с ним продолжу сотрудничество, но здоровье оно важнее. Вот, почему Ярослав? Здесь очень интересно, да, что когда я все время написал объявление, что типа вот еще штурмана, много пришло туда заявок, когда был удивлен, что такое большое количество ребят хотело погоняться. Ну, часть из них это просто какие-то там фейки конкретные были, такие смешные эти объявления. Достаточно много было профессионалов, которые хотели бы попробовать себя с Василием поездить. Вот, ну, и были, называем так, как называют, молодые потенциальные ребята. Ну, Ярославин был самый старый, среди этих молодых. Но, тем не менее, очень, он прислал прикольные видео со своей свинкой, которая там сидит в экипаже, берещи там на допе и так далее. Вот, мы всей семьей смотрели, веселились. Ну, еще, ну, короче говоря, Ярослав мне попал в некую, так сказать, небольшую папочку, которая, которая написала, попробуй, надо, надо попробовать. Вот, ну, там, по большому счету, из этой папочки мы пробовали только с Алексеем Кузьмичем. И как-то у меня такой опыт сильно, ну, как-то вот не захотелось даже ничего пробовать. Решили договорить все-таки с человеком профессиональным относительно. Вот, с Димой Чумаков. Ну, тем не менее, с Серославом у нас был какой-то контакт, мы с ним познакомились. И самое, что интересно, у них, у Коли с Серославом возник тоже очень хороший контакт. Хотя мы там с Серославом практически после этого не общались, он мне там регулярно писал, какие-то, как они ездят, то есть какие-то там свои гонки, очень интересные отчеты. Я с удовольствием всегда с ним переписывался. Но у них очень было большое общение с Колей. И когда получилось так, ну, я вообще говорю, не планировал, чтобы Коля занимался ралли. То есть, ну, изначально было такое, что он как в кольце себя развивается. Потом, когда там прошли раз события, и возникла некая ситуация, которой было, ну, как бы, на мой взгляд, глупо не воспользоваться. Было принято решение, что Коле, Коле было принято решение, поймал на предложение, что он все-таки попробует себя в ралли, и стал вопросом штурма. Колька сам сказал, папа, давай, говорит, вот с Ярославом попробуем. Я говорю, ну, я говорю, не против, я говорю, готов, ну, ты сам понимаешь, хороший парень – это не профессия. Все-таки нужно быть хорошей, сначала должен быть хорошей штурма. Вот, ну, я готов, скажем так, сначала с ним попробовать, поэкспериментировать. Если увижу перспективу, то все хорошо. Если нет, то будем выбирать того, кто, так сказать, лучше будет именно как штурман. Вот, и мы тогда начали с Ярославом какие-то там совместные вдвоем тесты, то есть, что у меня до этого уже появился какой-то опыт в подготовке штурмана, где я там потренировался на аниме, лебедики, на мой взгляд, вполне удачно. И, ну, значит, заниматься Ярославом. Я, собственно говоря, был полностью, ну, не полностью, полностью я был удовлетворен. Вот, но, тем не менее, был удовлетворен, так сказать. Ну, прежде всего, что человек, скажем так, интеллектуально весьма развит. Во-вторых, что, наверное, большое желание развиваться в этом вопросе. Ну, и немаловажный фактор, что они все-таки сколько, действительно, несмотря на разницу в возрасте, фактически, друзья. Вот, они постоянно там что-то вместе делают. В общем, они вне гонок тоже, они там, госпитали и вода. Вот, для этого тоже очень важно, интересно, приятно. Поэтому мы начали сотрудничать с Ярославом. И никого другого просто даже не попробовал. На мой взгляд, сейчас у них уровень, там, примерно одинаковый. Как Ярослав, как штрумный, как Коли, как воспринимателя стенограммы. То есть, сейчас у Кольки, честно скажу, пока самое слабое место. То есть, он едет быстрее, чем умеет воспринимать информацию на слух. Вот, это одна из причин, почему я не хочу, чтобы он, наверное, опять садился. Вот, Ярослав, на мой взгляд, очень быстро прогрессирует. И самое главное, что у него есть большое желание в этом направлении развиваться. И, так сказать, ну, и там просто... В общем, я доволен данным выбором. Коли, насколько я понимаю, тоже. Вот, хотя Ярослав, живой человек, тоже ошибается. Огребает от меня эпизодически из-за своей ошибки. Вот, но я тебе еще раз говорю, что не ошибается, кто тут ничего не делает. Это ошибка штурмана, если из нее сделаны правильные выводы. Но это, так сказать, полезная ошибка в каком-то мере. Вот, это точно не повод его менять. Поэтому все, как бы так, замены штурманов у Василия, они не были связаны с какими-то ошибками в чтении стенограммы. Вот, наверное, я так отвечу. Вот, вообще, так сказать, про подготовку... Вообще, про стенограмму тоже можно отдельно какую-то... Такой перископ сделать, тоже предлагаю, как некую тему. Стенограмма, штурманы, все, что с этим связано вообще. Важна стенограмма? Важна она, не важна? Насколько важна? Тоже очень важный элемент. Что важнее? Хорошо научить, уметь быстро ездить или уметь хорошо записать дорогу, ну и тому подобные вещи. Вот, ну и, наверное, говорится, по-моему, на все яркие вопросы ответил. Еще, значит, от Владимира вопрос был. Станислав Александрович, скажи, основные приемы увеличения скорости гонщика. Ну, основные приемы он только один, надо больше тренироваться. Вот, вопрос, как тренироваться, это быстро не ответишь. И так, у меня вот тут уже Коля сидит напротив и показывает разными неприличными жестами, что я уже с ума сошел, и уже все уснули, и никто так долго меня слушать не будет. Поэтому я уже ему тут тоже показываю пальцами на ноге, что сейчас закругляюсь. Поэтому, да. Поэтому, вот, основное надо тренироваться, а вот вопрос, как тренироваться и что делать, это, наверное, тоже вот еще одна из тем. Это особенно, как правильно спланировать тренировочный процесс вообще, что нужно пилоту, чтобы поехать быстро, чему нам тренироваться. То есть, по большому счету, ну, то есть, можно тренироваться и закатывать какие-то ошибки, а можно тренироваться и быстро двигаться вперед, но, собственно говоря, имея такой максимальный прогресс. Это очень важный вопрос. Я не скажу, что там знаю, как это делать, но могу сказать, что провел много в этом направлении экспериментов, и есть какое-то внутреннее понимание, что работает, а что не работает. Ну, не могу сказать, что вот я знаю, как это делать. Поэтому готов этим поделиться, рассказать, потому что, на мой взгляд, тоже интересная тема. Ну, вот я как-то накидал, получается, на все вопросы, которые до эфиров, называется, пришли. Я ответил, накидал три темы. Это настройка, тренировки и стенограмма. Вот примерно так. Вот их можно в какой-то мере в следующий раз отлучить. Вот, все. Осталось ответить на какие-то вопросы, которые, назовем так, контекстные. Вот, давай. Из того, какие планы на Васю, тут же глобальные цели и амбиции на Колю, и появилось много автоканалов, не планируете ли снимать передачи для них? Значит, планы на Васю. Ну, у Васи, у него действительно очень серьезная была травма, и на сегодняшний день он еще далеко не сильно восстановился. Более того, что ему предстоит повторная операция на левую ногу, которую там не собирали. И после чего он опять, как говорится, не сможет сесть за руль там достаточно долго. А там от трех месяцев до полугода. Это не греша, а полно функционирование ноги. Поэтому сейчас какие-то серьезные планы я на него не строю, потому что он просто пока все-таки еще не выздорел до конца. Хотя уже вполне прилично может ехать. Еще ходит плохо, а ездит уже нормально. В этом году, когда с лета хотим попробовать наш этот проект Subaru, который команда тоже развивает. Отдельно про него могу тоже рассказать. Интересный, мой взгляд, проект должен получиться. Вот, собственно говоря, из-за Васьки Наваре мы его как бы на год отложили. Задача весной будет, чтобы Васька научил эту машину ездить с моей помощью. Потому что машина абсолютно, что называется, собственные постройки. И там нет каких-то базовых настроек. Хотя мы уже начали эту работу в прошлом году с Ральфом. Надо ее довести до ума, до конца. И на ней Васька, наверное, проедет какое-то количество гонок, чтобы, так сказать, показать потенциал машины и так далее и так далее. Вот, в принципе, это некий такой коммерческий проект для команды планируется. Ну и я надеюсь, что, скажем так, Васька в нем поучаствует. Это что касается Васи. Какой еще был вопрос? Глобальные цели или амбиции на Колю? Ну, Коля пока меня очень радует и прежде всего своими амбициями. То есть, он, соответственно, хочет всех победить. Поэтому в этом году он попытается, так сказать, побороться за хорошие призы, ну, скажем так, за хороший результат на чемпионате Европы в юниорском. Вот. Посмотрим, что у него за это получится. В следующем году у нас запланирован чемпионат Европы на R5 на Шкоде. Ну, вот уже полный. Дальше посмотрим. Дальше посмотрим. Пока у нас амбиции в направлении чемпионата Европы. Когда Коля разгонится, достаточно. То есть, выиграть чемпионат Европы и разогнаться немножко тоже разные вещи. То есть, здесь тоже нужно, чтобы что-то победить, нужно какое-то везение, еще-еще что-то, стабильность. А скорость, это немножко другое. Вот. Поэтому, когда Коля будет, на мой взгляд, профессионально уже ехать и ехать реально быстро, мы будем потихонечку знакомиться с чемпионатом мира. Вот. На технике R5. Хотя такие, как бы, долгосрочные планы, ну, они могут поменяться в, скажем так, по мере получения каких-либо новых фактов, данных, подных. Ну, пока так. Пока в этом году он едет чемпионат Европы на маленькой этой Жужи. Потом, начиная с осени, начинаем активно подготавливаться уже, тренироваться на R5 машине, накатываться. Вот. И, ну, наверное, все. Как-то такие планы. Вот. Я вижу этот вопрос. Общаетесь ли вы с Щукиным Алексеем Алексеем? Я к Лехе отношусь с большим уважением. Конечно же, общаемся. Вот. И не так часто, как хотелось бы. Но, да. Да. Я очень, так сказать, уважаю этого человека. И, так сказать, всегда с удовольствием по одной с ним общаюсь. И там был вопрос. Дает ли он вам советы? Он всем дает советы. Он всем дает советы, он всех критикует. Поэтому общение с Лехой, это, как правило, об услуживании его советов. Вот. Поэтому, да. Я так люблю. Послушайте. Так. Ну и кратенько. Появилось много автоканалов. Не планируете ли для них снимать передачи? Ну, не. Не планирую я точно. Потому что никогда этим занимался. Не знаю, передачи снимаются. Это отдельный вид деятельности, который... Ну, я, в котором ничего не понимаю. Соответственно, если пригласят, там, три слова сказать, обещаю попытаться сказать три. Скорее всего, получится пять, как обычно. Я всегда говорю больше, чем просят. Поэтому, наверное, они будут приглашать, потому что не влезу в формат. Но если пригласят, то что-нибудь скажу. А так нет. Так. Ну и завершим, наверное, ответом на вопрос. Впечатления об организации РМС в Москве. Планируете ли принять участие в этом году? А... Интересный вопрос. Ну, то есть, мне вообще РМС нравится, сам формат. Потому что такая шоу-гонка, фактически. Вот. К сожалению, она потихонечку, по разного рода причинам, немножко теряет свою, там, завеличенность и красочность. На мой взгляд, пик ее такой вот именно, когда она была действительно классно организована, это была вторая гонка. А в этом году она уже была такая, и уже предстоительство было поменьше, и все уже все-таки, скажем так, не так интересно. Ну, мол, просто, даже сам факт, что Коля на Peugeot, там, уверенно приехал вторым, в абсолюте. Ну, это, значит, вообще-то мне не на что было особо смотреть. Вот. Потому что надо понимать, что машинка хоть и хорошая, но не настолько, чтобы на асфальте, там, обгонять всех на свете. Вот. Поэтому достаточно мало и... Ну, в этом году она уже была так, на мой взгляд, в прошлом. Просто чуть-чуть похоже. В этом году, в принципе, планируем. В планах это есть, но есть, вероятно, что не поедем, там, по ряду административных причин. Вот. Ну, как минимум, запланировали. Запланировали, и с Тимуром на эту тему я уже разговаривал, сказал, что мы хотим, мы поедем. Вот. Ну, поедет только Коля. Потому что... Ну, так, что называется. Засветить машинку быструю, Р-5. Вот. Да, если он поедет, он поедет наш Коль. Васька не поедет. Потому что, ну, так сказать, нет такой... Сейчас... Две машины я тащить не хочу, потому что... Ну, Васька сейчас пока еще, конечно, не в той форме, в которой может показать свой потенциал все-таки. Многие еще ему мешают достаточно быстро ехать. Поэтому... Поедет Коля, очень надеюсь. Но еще раз говорю, что есть, к сожалению, определенные причины. Они от меня зависящие. Мы сейчас, как бы так, пытаемся их как-то нивелировать. Не буду про них рассказывать. Вот. Но есть вероятно, что и не поедем. Хотя в планах есть. В планах есть. Она очень хорошо ложится с нашими, как говорится, выступлениями. В других сериях. Что еще? Все. Ну, в общем-то. Ну, видите, как это... Как здорово. Судя по пустому экрану, отсутствию всяких там сердечных, клавишных вопросов, я всех утомил. Извиняюсь за столь долгий спич. Постараюсь в следующий раз быть более кратким. У меня это, к сожалению, не получается. Ну, все. Всем пока. Да, друзья, мы наметили, значит, тему программ следующих. Тренировка пилота, стенограмма и штурма настройки автомобиля и просуба рука. В любом случае, пишите, что в этой трансляции понравилось, не понравилось. И уже по этим темам присылайте свои вопросы. Вскоре мы анонсируем следующую тему, которая будет уже более узкой, специальной. Ну, и традиционно большое спасибо, что смотрите. Увидимся в следующих включениях. Всем пока. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok